Мероприятие «Профит» очень хорошо выстроено, дает возможность не только что-то услышать, но и рассказать о себе, показать свои компетенции и поделиться опытом. Мероприятие «Профит» в этом плане очень полезно для специалистов по информационной безопасности либо IT-специалистов, которые смотрят в сторону информационной безопасности. Здесь можно сказать, что это не односторонний контакт, выступающий в дью-туре, а действительно двухстороннее взаимодействие. Считаю, что мероприятие достаточно интересный формат, имеет и панельные дискуссии, в частности, которые тут в множественном количестве представлены, они более эффективно дают возможность узнать мнение экспертов, которые напрямую работают с данной проблематикой. Без этого крайне тяжело в стремительно развивающемся мире существовать. Такого рода мероприятия интересны, на мой взгляд, и судя по наполненности зала, наверное, не только это мое мнение. Очень интересная тематика, хотя я говорил какие-то прописные истины, я увидел, что это до сих пор актуально. И судя по отзывам, даже вот эти прописные истины не у всех еще в порядке, и я думаю, что над этим надо работать всем. Я бы не назвал, что безопасность сейчас в наших банках сильна. Да, она сильна, возможно, в первой десятке. Нас спасает то, что сейчас и в России очень много слабозащищенных банков. Мошенникам пока хватает более еще лет на пять, но когда там все приведут в норму, они посмотрят на Казахстан, тогда нам придется туго. И вот в этом направлении, мне кажется, нужно тоже всем банкам объединиться, чтобы был общий форум, на котором мы могли обмениваться информацией и оперативно реагировать на эти инциденты. Печать – это одна из составляющих бизнеса, и безопасность печати – это одна из составляющих безопасности. Вот в этой части мы, конечно, можем предложить. У нас есть решение, я сегодня о них рассказал, отклик был, потому что сейчас мы встречались с коллегами, и они задавали вопросы по существу, по теме, я вижу, что интерес есть. Рассматривать сегодня безопасность просто априори необходимо в любой организации. Я сама из Украины, и очень часто выступаю в Украине, в Минске, в Зельбожайте, в Грузии. Мне понравилось, что здесь подошли более комплексно к проблеме, и не только рассматривать какая-то точечная задача, там антивирус, там точечная задача какая-то СИЭМ, а больше такое, что нужно делать, если тебе украли данные, или что нужно делать, себя атакует, или что нужно делать, себя дедусит. Поскольку очень тяжело, работая в компании, стремиться к бизнес-целям, еще и как-то себя обучать, развивать. А тут это площадка, которая дает полноту информации, дает качество информации, есть возможность спросить у спикеров, плюс ко всему, если мы говорим о том, что, как правило, на такие мероприятия привозятся эксперты, не только по Казахстану, но и России. Это хорошая площадка для общения. Мне понравилось то, что доклады были побиты на темы, и что был определенного рода диалог между как ведущими и докладчиками, так и между докладчиками. Макротренд, который я вижу, это стремление зломышленников заработать денег. Если раньше это были продукты, то, что называется, нагадить, то сейчас это монетизация угроза. Вот это тренд. Все, что можно монетизировать, все интересует зломышленников. За последнюю неделю я побывал в нескольких компаниях в Казахстане. Да, там это в основном банки. И люди с очень большим интересом относятся к подобным родам продуктов. Это говорит о компетенции, которая растет. То есть о том, что люди понимают, что им надо контролировать, где эти данные лежат, и пытаются выбирать решения среди конкурентов на рынке, которые стоит использовать. Я не первый раз уже на мероприятиях от Profit. И, знаете, самое приятное, хочу отметить, что есть некая такая душевность. Здесь всегда очень классно организовано. Спасибо Бибигуль, которая общается, аудиторию знакомит всех, ну и так далее. То есть это классно. Всегда приятно выступать в Казахстане. И сегодня мы тоже видели живой интерес. Я считаю, это хорошая площадка для обмена профессиональным опытом, для вендоров, в том числе и интеграторов, бизнеса. Поэтому, ну, все классно. У меня сегодня был такой доклад, знаете, не было цели что-то продать, или раскатить о каких-то решениях, или прорекламировать свои услуги. Я рассказал о том, что есть целый сегмент экономики теневой, в рамках которого продаются любые данные, доступы, можно нанять хакера, купить Трояна, с помощью Трояна получить доступ к сети, купить копии кредитных карт и так далее, и так далее. То есть это целая экономика, которая сама по себе драйвит рынок. Это говорит о том, что никто не застрахован от инцидентов, а если он не произошел в организации, пока. Это только потому, что вот кто-то не захотел украсть деньги, просто еще не захотел, не узнал, что они там есть. Вот как об этом узнают, если организация будет не готова, то инцидент произойдет обязательно. Все опять же зависит от стоимости информации, поэтому на первом этапе надо просто понять, что защищаем, зачем, и как-то наладить диалог с бизнесом, сказать, что вот есть ресурсы, и их нужно защищать. Обмениваться информацией, компетенциями, практиками – это то, ради чего мы собираемся, и это важная, нужная, необходимая вещь, которая поднимает культуру рынка, компетенции специалистов на какой-то уровень, которому хочется гротиться.